В Казахстане за чертой бедности живет почти 2 миллиона человек. И это только официальная статистика. По мнению экспертов, величина прожиточного минимума в стране занижена практически в 2, а то и в 3 раза. Потому что, согласно стандартам ООН, к проживающим за порогом бедности нужно относить тех людей, которые тратят в день до 5,5 долларов. А у нас тратят доллар-полтора. Кроме того, эксперты отмечают неадекватность потребительской корзины, на основе которой высчитывается прожиточный минимум. У нас в корзину входят 50 видов продукции, а в развитых странах 250. Одним из основных факторов бедности является безработица. Мы в законе такую норму прописываем. Если семья малообеспечена, назначена адресом социальной помощи, в этой семье есть трудоспособный член семьи, который может работать, мы ему будем предлагать работу. Если он осознанно будет от этой работы отказываться, то он ставит под риск всю семью, и вся семья не будет получать адресом социальной помощи. Новый вид пособия многодетным семьям, у которых четверо и более несовершеннолетних детей, будет выплачиваться с января следующего года. До школьников это будут детские питания и гигиенические средства ежемесячно. Для детей школьного возраста это будет бесплатное горячее питание в школах, это будет школьная форма, школьные принадлежности, это будет льготный проезд до школы и обратно, и медицинское обслуживание. А вот гигиенические средства и питание это будет в поликлиниках выдавать? Нет, это будут доставлять на дом, или же они будут получать у сельского Акима в пунктах, который определит Аким. По мнению чиновников, АСП дается для того, чтобы человек вышел из бедности. Какими же могут быть последствия бедности? Во-первых, бедность ведет к росту преступности. Во-вторых, бедность негативно сказывается на состоянии здоровья населения. В-третьих, следствием бедности часто становится рост алкоголизма. В-четвертых, бедность может стать причиной роста социальной напряженности. Нужно понимать, что нельзя построить богатую, конкурентоспособную страну с бедными гражданами, говорят эксперты. Более того, в условиях рыночной экономики вначале должны в массовом порядке появиться, пусть несостоятельные, но хотя бы экономически независимые от государства граждане, а затем уже богатые. Бауржанша Ахмед, Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.